И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Patch Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вески. Сегодня 31 декабря уходящего 23 года. Скажу прямо, год был дерьмовым, мы это знаем, но он же было веселым. Мы сегодня прошли в этом году столько много прекрасных игр, что и не пересчесть. Мы столько с вами веселились, столько наслаждались, столько прошли прекрасных сюжетных кампаний и коопов. Коопы у нас стали в этом году больше всего, наверное, за предыдущие годы, если брать сравнение. И это хорошо, это прекрасно. Наш канал растет, наш канал развивается. На данный момент нас наказали уже 2891 человек. И всем вам я за это очень благодарен, ребят. Большое спасибо, что подписываетесь, что смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. Предлагайте свои идеи в игровой пробе в нашем Дискорде. Ребят, я вижу, что пишете в Дискорде, за это спасибо. У нас на игровую пробу очередь реально давно составлена, но даже ваши игры я смотрю, мне они интересны, мне интересно ваше мнение. И когда мы до них доберемся, они тоже будут проиграны у нас на канале. И посмотрим, может даже будем играть, скорее всего. К примеру, у нас не так давно было парочка игровых проб. В последние несколько месяцев проходило аж три, по-моему, да, три игровые пробы таких было. И как раз таки, ну ладно, одна игровая проба, по сути, составлялся в игру. Это я про инспектора гаджета, по сути, ну два, три, ну вот так делаем. Но так или иначе, ребят, по сути, многие игры проходят у нас, и я буду рад их тоже потом, будучи мы ваши игры проходить. Если есть что-то, пишем в Дискорде, предлагаем, буду очень рад. Ну а теперь хочу сказать и пожелать уже вам, мои дорогие, счастливого Нового Года 24-го. Пусть весь ад, что творится в мире, закончится. Пусть у вас, в вашем доме, в вашем уютном семейном гнездышке, в вашей стране, на земле, во вселенной будет царить мир, счастье, светлое будущее. Пусть у вас лично будет очень большое богатство, а какое это богатство, вы уже приняты для себя сами. Крепкое и, надеюсь, вечное здоровье. Пусть уходящий 23-й год заберет с собой все несчастья. Пусть приходящий 24-й год принесет с собой только радость и успех. Спасибо всем, кто помогал нам, нашему каналу, расти, развиваться. Благодарю всех вас, ребят, кто комментировал еще раз нас. Как вы видите, вас очень много было за это время, реально очень много. И мне приятно читать каждый ваш комментарий, как положительные, так и язвительные. Хотя я не понимаю, зачем язвить. Но, как говорится, у людей свои всегда бывают проблемы. Порой хочется выплеснуть гнев, комментарии к стримеру, чтобы, ну не знаю зачем, но, наверное, может кому-то саму приносит радость. И если это так, то я этому только рад. Потому что основная задача канала — приносить вам радость. Чтобы вы веселились. Ведь если радуетесь вы, значит радуюсь и я. Если радуетесь вы, значит я сделал что-то, что помогло изменить этот мир к лучшему. И вот с этой елочкой... Кстати, тут осталось наше новогоднее желание с прошлого года. Тогда мне судьба в 20-м году носила здоровье в новом году и будет крепким. И удивительно, но так оно и оказалось по большей степени. Хотя немножко попаливал, но... Реально здоровье оказалось довольно крепким в этом году. Несмотря на весь мир, вот трындец. Несмотря на всё, что со мной происходило. Год реально был очень тяжёлым. Кто был с нами очень давно и на протяжении всего года, вы видели моё эмоциональное состояние. Ну, сказано про здоровье, но не сказано какое именно. Физическое или психологическое. С физическим более-менее всё было стабильно. За это спасибо хотя бы. Надеюсь, психологическое тоже будет. И, коль уж у нас с вами какая-то такая традиция новогодняя началась очень несколько лет назад, что вот на этих поздравлениях всегда какое-то предсказание должно быть на будущее. Я хочу с вами сделать предсказание нашему каналу. Те, кто был на вчерашних стримах, на стриме по Геншин Импакту, трёхсотом стримчике, вы видели, что вот из этой коробочки я достал два печенья. И мы сделали предсказание двум нашим самым активным подписчикам. Они же наши модераторы с прошлого года. Это Кэмерон и Архавод. И сегодня я тоже достану её. Одну печенюшку тут у меня ещё останется ещё лично на меня и на моих дорогих восстанчиков. Тоже их буду угощать. Из этой же коробочки я угостил ещё Наталью Александровну. Это мой учитель по математике, который я встретил. Когда у меня, помните, на хаус-люпере звук, где был первую половину. Вот тогда я рассказывал об этом вам. Ну, может, это хорошо, даже такой спойлер не случился предновогодний, так сказать. Она тоже взяла. Я не знаю, какое её предсказание выпало. Надеюсь, что выпало ей реально очень хорошее предсказание. Я угостил уже нашего дворника тоже таким печеньем в тот же день. Надеюсь, что у него тоже счастливые предсказания сегодня выпадет. Ну, а мы с вами давайте-ка встряхнём. Вот, кстати, на всякий случай я покажу. Здесь их много, видите? Это их много, их много. Любая случайная может выпасть. Любая случайная может выпасть. Так что трясём, трясём, трясём. И, да, пока трясём, трясём, трясём. Хочу сказать, ребят, что... Мне вообще интересно, что выпадет нам с вами. А тем временем сегодня... Ну, ролик вот этот, который, я вас поздравляю, выйдет в 21.00. Но обязательно перейдите ещё по ссылочке в описании на канал Хаписинон на Ютубе. Она впервые за долгое время выпускает там ролик с новогодними... С играми, которые она проходила в этом году. Поддержите её тоже за меня. И поздравьте её тоже с Новым Годом. Прямо сейчас, может, пока поставить на паузу. Будем считать, что пока вы смотрите у неё там... Я трясу всё это время. Ну, ладно. Так, давайте же достаем. Чёрт, как мне не нравится этот потолок. Так, вот. А вот это мы закроем. Это я уже родственничкам отнесу. Я вот своей сестрёнке даже приготовил этот новогодний подарочек. И всем остальным, кстати, сейчас покажу вам. Вот. Такая вот бандура. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Она на ральша. И там много чего. Я уж решил, как говорится... Повторюсь, у неё скоро будет... Ну, у него не в 24-м, но в следующем будет уже 18-летие. Ну, в 25-м будет 18-летие. Пусть хотя бы ребёнок повеселится напоследок детства. Так, ну мы давайте-ка... Вот такое печенюшка. Видите, оно закрытое. Всё запаковано. Давай же. Итак, китайский шаолинь. Предскажи нашему каналу, какое у него будет будущее. Ну, только я... Я только вчера убрался. Ай, где это печенюшка? Ага. Так, это сюда. Потом съем. Итак. Итак. Предсказание нашему каналу. Ну и всем вам заодно. Цитирую. В твоём сердце вновь поселится радость. Если кто не верит. Вот. Вроде видно. Вот так вот даже. О! Потому что потом мне не говорите, что я что-то выдумал. Эх. Так что нашему каналу в его сердечке вновь поселится радость. А сердце нашего канала, ребят? Нет, не я. И не Гуршафа. Хотя... Возможно. Но... И не свет. И не этот свет. И даже не ноутбук. Хотя... Ладно. Он второе сердце, будем считать. Без него сразу ничего бы не было. И не отцов ёлочка. Даже не я. А вы, ребят. Вы сердце нашего канала. Ведь без вас его бы не было. Без вашей поддержки его бы тоже не было. Спасибо всем, кто нам донатил. Кто поддерживал, пожертвовал такими вот донатами наш канал. Помогает ему развиваться. Спасибо всем, кто помогает со сборами на новый ноутбук. Для помощи нашему ноутбуку. Потому что он уже старенький. Он еле вытягивает. Но вытягивает, как настоящий стахановец. Что я ещё могу сказать? Ещё раз повторюсь, год был реально тяжёлым для всех. Ну, для меня в частности в особенности. Столько наорать за последнюю осенью. Только за 1 октябрь на всех орать. Ой, нервы для меня реально были очень тяжёл потрёпанные. Но! Устояли! Все живы. Все здоровы. И это самое главное. Ну, а я вам желаю, ребят, ещё раз. Всего самого светлого. Берегите себя. Своих близких. Ну, а если их уже с вами нет, сделайте от меня такую хорошую вещь. Берегите память о дорогих вам людях. Как я вот берегу память о своём отце, который ровно 25 лет назад спас мою маленькую крохотную жизнь тогдашнюю. Мне было тогда всё год и 11 месяцев, когда нас пришли тогда убивать. И не кто-то там, а дорогие люди, предавшие нас, страна, предавшая нас, бандюги, которые решили поживиться за счёт отца. Я понимаю, что звучит грустно. Особенно под Новый год такое упоминать. Но! Я хочу сказать, что именно благодаря нему я выжил. Он смог оптитрить всех. И я сейчас с вами. И если бы не он, если бы не его жертва, не было бы меня. Соответственно, не было бы идей создать канал. И в результате наш канал бы с вами не родился. И мы бы все с вами вместе взятых не смогли бы поднять его вот такой, на данный момент для нас, большой цифрой. 2891 человек. Возможно, уже сейчас стало больше. Кто знает, может быть, пока это поздравление идёт, нас уже стало 3000. Кто знает, кто знает. В конце концов, апрель этого года нас очень с вами сильно удивил. Канал очень быстро подрос. Прошлый год наш канал тоже очень с вами начал быстро расти. Потом, в этом году, второй был скачок. Кто знает, может быть, сейчас будет уже следующий скачок. Раз в полгода. Как-никак должно происходить такое чудо у нас. Ну, по статистике, по статистике. Конечно, согласно статистике, опять же, наш канал, ну, если верить в Social Blase, немножко припал на местах. Возвращается к показателям 2021 года. Но я так полагаю, что, скорее всего, это из-за YouTube. Тем более, я лично наблюдаю, что творит YouTube в статистике. К примеру, вот я прямо сейчас так скажу честно, только между нами. Это не негатив, ну, чисто для вас, если вы ютубер. Обратите внимание на первое мгновение вашей публикации. В частности, шорсы. Бывает, что там... Часто бывает задизлайкают сначала. Мы, ютубер, это видим. Мы, ютубер, это видим. Это кнопку скрыли от вас, ребят. Но мы-то видим. Поэтому фраза ютуба, чтобы... Чтобы не нарушить психическое состояние ютубера. Чтобы не беспокоились. Прехня полная. Мы все видим. Мы все видим. Реально видим. И даже не через специальные сервисы, а через сам YouTube. Мы это видим. Мы видим количество лайков и дизлайков, ребят. Это... Чтобы узнали. Это прямо железная истина. Никто вам не скажет, я сказал. И я замечаю, что сначала идет прямо массовая травля этим дизлайками. То есть... Ладно, если бы писали комментарии, хотя бы что не понравилось. Ребят, если вы из моих подписчиков. И вам что-то не понравилось, поставили дизлайк. Пожалуйста, кстати, напишите, что не понравилось. Я же не пойму, что вам не понравилось, если вы не напишите. Отзыв должен быть. Если вам понравилось, то... Да, можете не писать. Потому что, ну, и так понятно, что вам понравилось. Конечно, хотелось бы узнать, что именно понравилось. Это я могу потом использовать тоже в будущем. Но... Если вам что-то не нравится на канале. И вы это дизлайкайте. Вот... Говорю прямо. Это не право у вас. Это обязанность написать, что именно. И почему вам это не понравилось. Не важно, что. Но вы должны написать это. Почему вам не понравилось какой-то шортс, стрим, видео. Это обязанность. Это обязанность ваша. Если вы ставите дизлайк. Потому что... Просто задизлайкать и ничего не написать. Это все равно, что... Насрать на лицо партнеру во время сношения. И не объяснить, почему ты это сделал. Хотя, может быть, у вас фетиш такой. А партнер этого не знает. И не обсудили вы с ним это опять же. То есть, понимаете ощущения? Вот то же самое. Хотя бы скажите, почему. Ну, а так или иначе, ребят, с вами. Мы отправляемся в 24-й год. И надеюсь, что год будет счастливым для всех. Пока живы. Пока здоровы. Пока лично я могу дышать. Пока все пальцы на мне. И на ногах тоже. Ну, в крайнем случае, международное хозяйство тоже как 21-й палец может считаться. Кстати, интересно, кто-то на ютубе пробовал управлять. Не знаю. У меня вообще такая мысль сейчас идет. Забану выиграл бы, наверное. Только это нельзя показывать. Но играть таким образом в игру было бы очень интересно. Но, как говорится, играли на ютубе и на бананах. Так что, думаю, все возможно. Поэтому, ребят, пока целы, пока живы, пока здоровы, пока можем дышать, моргать, двигать головой, всем, чем, любыми конечностями, чем можем, будем продолжать с вами веселиться, играть, наслаждаться. Игровое расписание выйдет у нас с вами 1 января. И поскольку оно выйдет именно 1 января, потому что я приду с праздников. То сразу скажу здесь, что 1 января стрима, скорее всего, не будет. Скорее всего, потому что я буду вымотан. Но если я быстро восстановлюсь, то у нас будет рандомный стрим и он будет по аутбрейку. Да, вот так вот. Говорю заранее здесь сейчас, чтобы вы были в курсах, если что-то планируется на первое число. Но не гарантирую реально. После праздников 1 числа я точно, скорее всего, буду вымотан. Но аутбрейк будет уже со второго однозначно. Возможно, первого будет еще начнется. Вся вот эта вот первая неделя будет посвящена аутбрейку. И, возможно, будем добавлять еще один стрим. Я примерно пока составляю сейчас расписание в голове. То есть я еще пока не определился, что конкретно будет. Также, ребят, вы заметили, что последний месяц я провожу... Даже месяца, а даже два, по сути. Я провожу такую кампанию на канале, когда у нас выходит по два стрима вечера. То есть каждый день. Это позволяет нам реально проходить намного больше всего. Реально позволяет намного больше всего проходить. Много контента, много интересных игр. Тот же самый Хаус Флиппер 2, Психонавты, Геншин, Фаркрай, Майнкрафт. Блендер снова к нам вернулся, хоть немножко с опознания, потому что реально уже сил не остается на него. И вот из-за такой нагрузки я заметил, что я реально начинаю выгорать немножко. Поэтому я хочу сделать субботу выходным днем для себя. То есть от интернета, от всего, чисто небольшой передышку. Плюс посмотреть, как развивается канал, найти какой-то вектор движения. Это не значит, что в субботу не будет чего-то выходить. Это означает, что в субботу не будет стримов. В субботу стримов не будет. Но суббота будет днем, когда будут выходить геймплейные видео. То есть геймплейные прохождения. Как это я пытался раньше делать с другими играми. Раньше, помните, у нас часто выходили по Ларик Роффт, по Соник Форсам, чуть ли не каждый день. И я хочу вернуться примерно к такому формату, когда у нас либо будет один стрим, один геймплей, либо два стрима, но в какой-то день будут геймплеи. Я примерно пока буду это все подстраивать в новом году. Это такие планы у нас. Канал будет развиваться. Я хочу найти такой баланс по играм. Чтобы я мог и хотя бы один денечек взять себе отдохнуть вообще от ПК. Чисто книжку почитать. Видите, сколько я сейчас все читаю. И это только 1% моей библиотеки. Нет, меньше, тут еще ежедневники. Здесь 0,5% от моей библиотеки. У меня вот там еще огромный шкаф стоит. Вот там тоже сотня книг лежит. Недавно будет домохозяй. Шестой, если бы то почитал, я показывал тоже вам эти... Ну, кстати, шикарно. Там парочка новых рецептов вышла. Рекомендую посмотреть. И... Я реально хочу продолжать заниматься Ютубом. И я буду им заниматься. Бесспорно, пока жив. Но передышка тоже нужна. Большая. Поэтому я буду вводить потихонечку, расширять сеть геймплейных видео. Тем более мы с вами это уже делали. Делали это успешно. То есть стреймы у нас немножко, наверное, подсократятся. В субботу точно. Пока мы до марта месяца сделаем так, что в субботу будут выходить чисто геймплейные ролики. Я пока не знаю, какую игру буду стримить. У меня много чего есть на канале из игровых проб запланированных. Но там, скорее всего, есть кое-что, что я хотел бы взять сразу. Есть и будут у нас по... Будем пока что до марта месяца. Даже не до марта, а до февраля. Потому что в феврале у меня 3 недели отпуска. 3 недели отпуска. Так что отдохнем с вами. Очень хорошо там тоже. Вот пройдем такой небольшой эксперимент. И посмотрим, как это отразится на канале. А в марте мы уже сформируем окончательный порядок, который закрепится у нас на целый год. И я буду придерживаться его. Это что касается стримов и видео. Теперь, что касается шорсов, ребят. Вы заметили, что я стараюсь постоянно их выпускать. Постоянно делать. И делаю я как раз таки из наших записей, стримов. Которые у меня параллельно записываются. У меня диск кровоим заполнен. Ведьмак так вообще полный комплект там лежит. Джон Уик тоже. Джон Уик тоже выйдет. Я даже, наверное, сегодня сделаю шорс с Джоном Уиком. Специально с того годи песен. Да, кто смотрел Джона Уика, знают, что я там пел, между прочим. Если вдруг не смотрели, посмотрите. Настаиваю. Закреплен у нас на главной странице канала. Ну, параллельно еще с Геншином Пактом. Но я закреплю сегодня еще Джона Уика, на всяком случае. Мало ли, может кто упустил. Поэтому, ребят, спасибо всем еще раз, кто нас смотрит. Спасибо всем, кто реально поддерживает нас. Ваши лайки, комментарии, это уже большая поддержка. Спасибо всем, кто присоединился к нам в этом году. Надеюсь, что ведутся и те, кто покинул нас в этом году. Ну, может, писались. Может, ушли куда-то, другой канал. Может, переехали. Кто знает. Может, аккаунт забанили. Бывали и такие случаи, но потом к нам возвращались, рассказывали об этом. И главное. Надеюсь, что у всех стим будет работать. Да, мы ожидали другого, слышите. Но я сказал это, потому что вчера у нас 11.13 вышел обратно. Что ж, ребят, не буду больше затягивать. Поздравляю очень много. Сказал и о планах. Мы и будущее посмотрели. И елочку с вами глянули. Осталось только, наверное, одно. Поставьте, пожалуйста, это видео. Под мой. Курантов. Чтобы видеть счастливое и радостное лицо. Чтобы видеть молодое и радостное лицо. И чтобы ваше настроение реально стало счастливым. Потому что я знаю, что вот такое красоту и такие поздравления куда лучше и радостно приносит настроение в дом, чем лица неизвестных нам глупых политиков. Не важно, в какой вы стране. Не важно, какой у вас час. Не важно, в каком окружении вы находитесь. Я желаю каждому из вас еще раз счастья, удачи, любви и благополучия, ребят. Пусть 24-й год станет для вас годом счастья. Счастья. Ни семьи, ни учителя, ни богатства, а именно счастья. Счастье у каждого свое. Но я хочу, чтобы каждый из вас стал счастливым. А это значит, чтобы каждый достиг своего счастья уже в 24-м году. Никому не отдавайте свою свободу, ребят. Ни личную, ни финансовую. Ибо, как сказал один из величайших экономистов в истории, который красуется на 100 долборовой купюре Бенджамин Франклин, если вы отдаете свою свободу, чтобы обеспечить свою безопасность, вы потеряете и свободу, и безопасность. Поэтому запомните, что самое большое счастье – это наша свобода, которая и дарует нам счастье, которого мы все ищем. Неважно, что это у вас будет. Любовь, оргии, деньги, квартира, путешествие за границу – все это формируется вашей свободой, ребят. Цените ее и берегите себя. Ну а с вами был ваш Альберт Вескер, он же голос доктора-эгвана-работника. Ну и голос всех остальных, кого я озвучивал. Во всех играх, на протяжении… Слушайте, а канал-то уже стукнуло уже 8 лет, по сути. На протяжении 8 лет. Мы же с 16-го года с вами. Что ж, ребят, берегите себя. Свои глазки. Ну а с вами был Альберт Вескер, глава Амбрала Тачик. Всем до скорой встречи, всем пока, удачи, и увидимся с вами в новом году. Спряжи плюси. С вами был Аельбр гаден. С вами был Альберт. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok